Доброе утро! Резкая или ноющая боль в колене может появляться из-за травмы или буквально на пустом месте. Если боль не проходит после отдыха, то это явный признак обратиться к врачу. О самых частых причинах боли в колене расскажем сегодня в нашей программе. Про боли в колене нам сегодня расскажет врач-ревматологи и узиопорно-двигательного аппарата Голгоева Мария Георгиевна. Доброе утро! Доброе утро! Говорят, что боль в колене может появиться из-за отложения солей или ранних травм. Какие-то еще причины возникновения боли в коленях есть или нет? Боль в коленном суставе может быть связана с большим количеством факторов. Это и травма, травма острая, то есть произошедшая буквально день-два до момента обращения пациента. Травма, которая произошла в более ранние сроки, более давние сроки, видим на данный момент ее последствия, да, скажем так. Боль в коленном суставе может быть вызвана заболеваниями других суставов, например, при патологиях стопы, когда идет неправильная постановка, у человека меняется в итоге, скажем так, постановка конечностей, поэтому в колене происходит, можно сказать, перекос. И рано или поздно такие пациенты тоже могут жаловаться на возникновение болевого синдрома. Боль в коленном суставе может свидетельствовать нам о заболевании аутоиммунном, ревматологическом, например, при ревматоидном артрите поражаются коленные суставы, при псориатическом, анкилозирующем спонзилите. Очень часто воспаление в коленных суставах возникает при реактивном артрите. Это такой вид артрита, который возникает у пациента после перенесенной инфекции, любой дыхательных путей, мочи половой, кишечной инфекции и так далее. Также боль в коленных суставах, как вы правильно сказали, бывает связана с отложением солей, как это говорят в народе, но по большому счету это повышенный уровень мочевой кислоты или отложение кристаллов пирофосфата в области коленного сустава. Это тоже может приводить к возникновению болей. Когда у нас болят колени, то многие советуют снизить физическую активность и вообще больному суставу нужен покой. Вы с этим согласны? Если физическая активность и нагрузка на сустав вызывают болевой синдром, да, безусловно, колено нужно оставить в покое. Но бывают такие заболевания, протекающие с воспалением, когда, наоборот, дозированная физическая нагрузка вызывает облегчение. В таких ситуациях пациента мы рекомендуем выполнять лечебную физкультуру, направленную на уменьшение этого воспаления в колене. Говорят, что единственное средство для облегчения боли в суставах – это диета. Вы с этим согласны? Или есть другие способы, как избавиться от боли в суставе? Диета – это, конечно, хорошо, еще лучше – это правильное сбалансированное питание. Но на самом деле соблюдение диеты не ведет к уменьшению болевого синдрома сустава. Дело в том, что диета при разных заболеваниях суставных, они могут быть разные. Если мы говорим про болевой синдром в колене на фоне подагры, да, там требуется строкое соблюдение диеты для того, чтобы у пациента не было повышения уровня мочевой кислоты. Если мы говорим о причине боли в колене у пациента с избыточной массой тела, причина как остеоартроз на фоне избыточного давления на порность сустава, да, там тоже нужна диета, но с целью снижения массы тела нашего пациента. В остальных случаях соблюдение диеты не избавит от острого болевого синдрома сустава. Некоторые думают, что боль в коленях при артрозе – это удел пожилых людей. Что говорит статистика? К сожалению, это не так. Деформирующий остеоартроз возрастной, да, это, как правило, удел пациентов 50 лет и более старшего возраста. Но достаточно часто остеоартроз возникает на фоне травм, так называемый посттравматический остеоартроз, который можно диагностировать и в 40 лет, и в 30 лет, то есть в гораздо более молодом возрасте. Если щелкают коленки, то это тревожный симптом, так многие считают. Но какие еще тревожные симптомы есть, при которых нужно обратиться к врачу? Вообще момент щелкания в суставах, который не сопровождается болью, по большому счету не имеет за собой каких-то патологических сигналов. Вот. Если вы замечаете, что щелканье в суставах раньше не было, а потом оно появилось, или если это щелканье сопровождается болью, нарушением функции, когда вы не можете полностью согнуть или разогнуть конечность, да, суставчик ваш, то, безусловно, это является причиной для обращения к специалисту. Огромное вам спасибо! На здоровье! Сегодня мы поговорили о причинах, почему болит колено, и при каких симптомах нужно обратиться к врачу. А вы берегите себя и будьте здоровы!